Подскажите, пожалуйста, вот сфера, в которой я работаю уже много лет, и как бы дело моей жизни, как мне кажется, я здесь больше всего пользы людям могу принести. С прошлого года совершенно рухнуло финансово, и вот уже второй год, как никакие усилия не приносят результаты, я не знаю, что делать. То есть искать ли вообще что-то другое или ждать? Не, не надо искать другое. Не надо искать ничего другое. Жизнь идет волнами. Иногда человек оказывается на волне, как это было три года назад, вы были прямо на пике волны. А иногда человек под волной оказывается, как сейчас. Жизнь никогда не будет идти прямой-прямой, вот такой вот. Почему вы сейчас под волной оказались? Для того, чтобы вас развивать. Бог хочет вас развивать, понимаете? А вы не хотите, вы хотите счастливо работать. А у него свои планы. Нет, я активно как раз все это время развиваюсь, но как бы, а там-то не улучшается ситуация, наоборот, все ухудшается и ухудшается. То есть если я иду правильным путем, то должно, значит, и в этой сфере как-то нормализоваться. Ну, значит, вы идете неправильным путем. Вы молитесь? Ну, учусь этому, так скажем. Ну, вот оно и ну. Правильный путь – это путь, побеждающий судьбу. Это слушать голос возвышенного человека, кланяться святыни и из веры в себя, в которой вы сейчас находитесь, вырваться и начать верить в звук, в силу того, что действует вне вас. И больше того, нужно служить этой силе, кланяться святому человеку, говорит, я хочу жить для тебя, твоей жизнью, твоими наставлениями, твоей чистотой. Я хочу ее почувствовать. Мне надоело уже думать о своих проблемах. Я устал быть эгоисткой. Я хочу хоть немножко почувствовать счастье, служение настоящего. Молиться так внутри себя, отвлечься от себя. Человек от себя отвлекается, в этот момент он входит в необычное состояние, в котором он чувствует, как будто бы на самом деле проблемы не такие большие.